дорогие друзья всем привет в эфире rds европа с вами ольга зверева пресс-секретарь и я жду в гости сегодня александра савкина бронзового призера сезона rds запад 2021 мы сегодня поговорим с сашей о том как его дела как он проводит межсезонье какие у него планы на следующий сезон я сейчас жду александра в гости вы мне можете пока сказать хорошо ли вы меня слышите все ли хорошо а я пока закреплю комментарий всем привет очень по всем соскучилась очень всех рада видеть кто присоединяется давно мы с вами не виделись аж с октября сочи так я хочу закрепить свой комментарий вот так я сделаю всем еще раз привет я вижу что присоединяется к нам все больше и больше людей я думаю что все соскучились межсезонье и даже в этой предновогодней суете и подготовки я думаю мы с вами найдем часик чтобы поговорить про любимый вид спорта и поддержать немножко друг друга мне кажется так даже скучать по дрифту проще пишите скучаете ли вы по дрифту хочется ли уже скорее летний сезон так я посмотрю не пропустила ли я сашу сегодня будем разговаривать с александром савкиным бронзовым призером сезона 2021 рдс запад и чемпиона командного зачета в составе команды экзост интересного пилота вы прислали очень много вопросов для саши спасибо вам большое я думаю что нас ждет очень интересный сегодня прямой эфир саша обещал на вопросы ваши ответить я знаю что он к эфиру готовился и я думаю нам всем будет сегодня максимально интересно так где саша где саша хочется зимний сезон как начать комментировать это кто там хочет у нас лишь услышать подвинуть их место на самом деле очень частый вопрос вы задаете о том как начать работать в рдс и самый такой простой пути предсказуемый это прийти к нам волонтером на один из этапов мы абсолютно всегда набираем волонтеров перед этапами и вы так можете познакомиться немножко с внутренней жизнью рдс с тем как мы готовимся к этапам работа волонтеров как правило начинается в четверг заканчивается поздно вечером воскресенье эта работа оплачивается поэтому следите за нашими новостями мы всегда перед этапами набираем волонтеров это такой вариант присоединиться к команде рдс а ты хочешь с ребятами комментировать вот я вижу сашу саша давай отправляем не вот вижу я и сейчас он у нас присоединиться скажите мне хорошо ли вам меня слышно поставьте лайк если хорошо слышно чтобы я понимала что все в порядке всем привет да давно не виделись нормально главное слышно ли вам сашу сашу поговорим пожалуйста как меня слышно прием у меня тут такая конструкция вы себе даже не представляете но самое главное чтобы звук был нормальный но я тебя очень хорошо слышу мне очень хорошо тебя видно очень хорошо тебя слышно ребята тоже пишут что слышно и первый вопрос будет от меня саш расскажи пожалуйста как прошли эти сколько там уже 12 да наверное месяца с окончания сезона я тебя еще раз поздравляю с тем что ты во первых проехал свой первый летний сезон целиком я знаю что это был первый летний сезон. Я тебя еще раз поздравляю с третьим местом, таким желанным и на самом деле вырванным в честной борьбе. Расскажи, пожалуйста, как твои ощущения от сезона и чем ты занимаешься в межсезонье, готовишься. В общем, рассказывай. Тебе слово. Спасибо за поздравление, Оль. На самом деле, очень приятно. Сейчас есть ощущать, что проехали целый сезон и вот получился такой результат, показать. Это, конечно, греет душ, как говорится. Два месяца. Наконец-то я ждал этого момента, когда можно было немножко перевести дух, потому что каждый раз вот эти все этапы, которые друг за друга идут, они очень много сил забирают, очень устаешь. И вот в Сочи мы оставались на неделю, там еще отдохнули. Вот уже приехали обратно. И сейчас зимний дрифт, как говорится. То есть есть план по улучшению, как говорится, меня как пилота, то есть сейчас подготавливаю машины, будем вырваться в какой-нибудь зимний чемпионат, вот. И подготовка идет вот непосредственно к зиме. А что касается РДС Запада, это был первый сезон вообще, который я от начала до конца проехал. И я получил, на самом деле, очень крутые эмоции. Я, когда начинал вообще вот этот путь, я не думал, что может быть столько эмоций в такое короткое время. То есть люди, когда раньше ездили в отпуск, там еще куда-то, то есть на неделю вырываешься куда-то, ну отдохнул, как бы потом вернулся и своими делами занимаешься. А вот это вот 7 этапов, 7 раз, 7 ярких эмоций, которые разделены вот в этот летний период жизни. Вот лично я кайфанул, и все люди, которые со мной ездили, вся моя команда, все, в общем, просто были в шоке от того, какие эмоции вообще весь этот чемпионат нам дал. И зрители, соответственно, и все. Я хотела этот вопрос задать попозже, но коль мы заговорили про команду, на самом деле вы всегда очень отличались, то есть это фирменная одежда, Савкин тим, ребята заряженные, была большая группа поддержки, расскажи, твоя команда это? То есть это друзья, единомышленники, ну то есть или какая-то там исключительно спонсорская, профессиональная поддержка. Вот Савкин тим это? Тут двоякая такая ситуация. В этот сезон я проехал благодаря моему генеральному партнеру Техноресор, Экзост и Турбору. Это как называемая команда непосредственно в соревнованиях. То есть Миша Довидянс, Кирилл Кузнецов и я вот, мы три пилота, которые предоставляли, ну представляли собой команду. И мы как бы друг за друга держались, какие-то помогали друг другу в тренировках, там запасными частями, ремонтом автомобилей и так далее. То есть это как называемая первая команда. Они взяли на себя очень многое, потому что что такое команда? Ты должен приехал на этап, разложить палатки, да, потом построить свое время таким образом, чтобы и успеть потренироваться, и успеть пройти административные проверки, и вот эти вот все дела. То есть вот это вот как называемая непосредственно гоночная команда, да, то есть три машины, это вот первая команда, которая, с которой мы ехали. Вот. А вот непосредственно Савкин Тим, это просто друзья, энтузиасты, которым просто нравится вот эта вот история под названием РДС Запад, Дрифт, и вообще они максимально кайфуют от этой истории. То есть это мои друзья, с которыми мы уже очень много лет дружим, и они меня поддерживают во всех моих, как говорится, начинаниях. Я их с собой как бы все время подтягиваю, чтобы уже непосредственно что бы у меня ни случилось, да, рычаг загнул, или еще что-то, какие-то проблемы, да, логистика, или подготовиться к соревнованиям, весь этот груз ответственности всегда лежал на них, и пользуясь случаем, вот, хочу сказать всем, кто будет смотреть этот эфир, большое спасибо за то, что меня поддерживали, и без вас вот этого всего бы не было. Да, спасибо Сашиной команде, у Саши была еще и медиа поддержка в этом сезоне, у него ездили фотографы, операторы, и, по-моему, вы еще не видели фильм из Сочи, да, твой личный житель. Сейчас просто, просто так наложилось, что Карим, ему тоже большой привет, это как раз моя медиа, то есть о каждом этапе у нас оставался след в истории, то есть пройдут года, и можно вернуться будет и посмотреть, что вообще мы испытывали, да, какие были эмоции, реально, я когда смотрел его фильмы, первый раз, у меня реально, у меня такое настроение было хорошее, то есть, не то, что у меня слезы прям наворачивались, да, ну, то есть, несколько было, конечно, моментов, когда досадно мы проигрывали или еще что-то, вот, но в целом, вот, ведение вот этой истории медийной, это очень большой груз ответственности и очень большая работа, одно дело с камерой побегать на этапе, четыре дня, когда ты там тренируешься, там, в Белгороде было почти 40 градусов на солнце, то есть, в машине мы там просто обалдевали, грубо говоря, а он там на трассе бегал туда-сюда, суетился, и это еще не вся его работа, то есть, потом он возвращался в город, в Москву, и у него порядка 40 часов занимает монтаж вот этого фильма, то есть, это очень огромная работа, вот без медиа, это, конечно... Работа фотографов, она, ну, совсем не на гонке заканчивается, это очень большая работа, и ребята делают очень серьезные вещи, все, кто снимает и все, кто фотографирует. Расскажи нам, пожалуйста, нам всем очень интересно, у тебя есть право проехать в следующем сезоне главный чемпионат страны, РДС Грам-при, собираешься или нет? Как там амбициозно? Слушай, ну, конечно же, я хочу, конечно же, я хочу, ну, кто из нас не хочет вообще, в принципе, в GP попасть? Все хотят туда попасть, я в том числе, но чтобы туда попасть, недостаточно иметь вот этой вот лицензии, которую мне дали, нужно подготовить конкурентоспособный автомобиль, нужно найти команду, которая с тобой поедет в этот нелегкий путь, потому что логистика и все вот эти вот вещи, как Красноярск и так далее, это очень тяжело, что в финансовом плане, что в плане там эмоциональной какой-то составляющей, то есть к этому надо очень хорошо подготовиться и не забываем о машине, то есть вот эти все моменты, если мне получится победить уже перед соревнованиями, то мы поедем в РДС-GP. То есть у тебя ответа нет пока, ну ты хочешь, но ты не понимаешь, да или нет, у тебя нет пока ответа на этот вопрос. Ну однозначно еще нет ответа, но скорее всего мне бы хотелось поехать, то есть я приложу максимальное усилие к тому, чтобы поехать туда. Да, может быть с какими-то консервативными моментами, вот, но, как говорится, ну если уж, Коль, есть такая возможность туда поехать, надо использовать все шансы и двигаться вперед. А расскажи-ка мне, то есть даже по меркам Запада, чего уж греха таить, твоя машина, ну, далеко не самая мощная, и что ты планируешь делать с GP, если ты поедешь, а там будет другая платформа, я так понимаю? Или нет? Да, ну, платформа будет та же самая, то есть я фанат BMW E30, я на них уже двигаюсь с 2015 года, их очень люблю, уважаю, и вообще мне, в принципе, я огромное удовольствие получаю от того, что просто владею вот этой платформой. Сейчас любители E30 должны насыпаться лайки. Ну, конечно, блин, парни, все, кто знает, что такое E30, но вам не нужно объяснять. У нас тумбочка РДС Запада, это практически, ну, все BMW, это факт, а первое место Антоха Козлов, BMW E30, третье место я BMW E30, еще там много достойных пилотов, которые могли бы показать крутой результат, но им надо немножечко, как говорится, подточить скилл. Но это будет не помидорка. Это будет не помидорка, это будет мой проект, который я начал строить еще три года назад. Это BMW E30 в кузове купе, имя у нее Дрифт ДТМ. я хотел ее построить еще к первому самому сезону РДС Запада в 2018 году. Но так все пошло, что нужно сделать было выбор, либо ты едешь, либо ты строишь. Да, то есть люди делятся на две категории. Одни строят, а другие едут. Вот я вот человек, который едет. мне не важно как, где, на чем, мне главное ехать, рулить траектория, трасса, соперничество, вот эти вот разгоны, вот эти вот эмоции, я от них заряжаюсь. А стройки в гараже я не особо заряжаюсь. Вот. Поэтому проект 3DTM был передвинут на задний план и моя старая добрая помидорка, которую я собрал получается уже 4 года назад, она никаких практически изменений не претерпела. И все, и мы на ней поехали 18-й год, 19-й год, 20-й год. И вот, как вы видите, можете заметить, и 21-й еще заодно захватили. Поэтому как бы, ну, кайфуем от того, что едем, вот, а технику, ну, мощности всегда можно накрутить, это несложно. На маломощной машине надо попробовать победить, вот это интересно. А на мощной машине все могут. Следующий мой вопрос такой, вот смотри, есть парень, ну, там, молодой, молодой, у него есть не самая мощная машина, и у него есть выбор. Ну, я уже подозреваю, какой будет ответ, но тем не менее, то есть, стоит ли, ну, соваться в РТС Европа 22-го года, понимая, что у тебя не самая мощная машина, потому что я знаю, что многие, ну, не поедут, потому что скажут, не, 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 это вообще не конкурентоспособно, вот твой совет, ехать или нет? Блин, конечно, ехать, если ты пилот, если ты пилот, то по-любому есть, не важно, сколько у тебя сил под капотом, главное, воля к победе, не важно, какая у тебя команда, может, у тебя вообще никого не быть, а ты быть один, но ты один, очень тяжело, ну и что, одну пару колес надел себе в начале, день оттренировался на ней, на маломощной машине, несколько проездов взял, и все, потом в парный, а там уже разберешься по ситуации, это как бы нормальная схема, не у всех есть бюджеты, не у всех есть команда, не у всех есть знания и так далее, но одно дело, ты сидишь и начинаешь, вот мне сейчас команду, машину, там деньги, еще что-то, еще что-то, еще что-то, а время идет, и уровень конкурентоспособности, он растет просто в геометрической прогрессии, я не представляю, что будет в 22 году, по-любому будет там минимум 600 сил, у всех секментуальные коробки передач, у всех там все по жару и так далее, и тому подобное, потому что очень много людей сейчас приходит в дрифт, это кольцевики, с ихними там наработками, бюджетами и так далее, то есть, я был на Сочи Дрифт Челлендж, и там как раз очень много пилотов, которые, я вижу, что они в следующем году поедут в Западе, ну, в Европе уже получается, оговорился, 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 извините, вот, я вижу, что эта вся тенденция, она растет, если есть поезд, который уже уходит, то надо туда прыгать, врываться, цепляться, и не важно, какая у вас машина, не важно, какая у вас компания, команда, не важно, все, главное желание, потому что, как говорится, если у тебя в детстве не было велосипеда, а сейчас есть Бентли, то все равно в детстве у тебя велосипеда не было. У меня был АЗ. Ну, нет, у всех, наверное, был, я надеюсь. Так и у всех. Вот поэтому, поэтому надо вырываться по-любому, и не думать вообще, кто, чего, как, и зачем. Главное кайфовать. ехать, ехать, и ехать. Да, ехать, кайфовать, и... Слушай, ладно, расскажем, я думала, тебе этот сценарий не очень нравится, но я задам, я же пресс-секретарь РДС Европы. Ну, давай, давай, давай. Едешь ты, GP, например, едешь ты, РДС Европа, 2022. Опять же, что это будет? Это будет ДТМ-ка уже? Или это будет помиторина старая добра? Мне бы хотелось, чтобы это была ДТМ-ка, потому что там другой мотор, то есть я один из первых, кто начал ставить в EQ вот этот мотор, кроме, ну, после Илюхи Федорова. То есть как бы это потенциально хороший мотор, который даст много лошадилых сил, ну, столько, сколько нужно, чтобы там конкурировать нормально, адекватно, скажем так. То есть мне очень хочется, и вот к этому будем стремиться. Мы будем машину готовить в любом случае под GP, а уже куда поедем, там уже как бы как карта лежит. По максимуму. Куда сможете поедете? По максимуму. Туда и поедете. А если GP поедете, то в Европе планируешь появляться? Или это, ну, типа слишком жирно? Или вообще ничего не понятно? Понимаешь, я бы хотел появиться везде, но ты знаешь, от чего это все зависит, и как бы, ну, это нужно, как говорится, дух обогащенным, и иметь хорошее, как бы, положение, чтобы этим заниматься всем. Вот, посмотрим, посмотрим. Мне бы хотелось поехать везде, но если я куда-то еду, я, скорее всего, сделаю точечный выбор. То есть не надо распыляться, да, то есть выбрал цель, иди к ней потихонечку. GP, значит, GP, в западе, значит, в западе. Главное, чтобы, как бы, все, все, главное, чтобы цель была достигнута. Вот. Понятно. Но, а цель, я так понимаю, первая ступенька, как и дистала у нас на будущий год? Ну, везде, где я еду, я хочу показать максимум результата от тех возможностей, которые у меня есть. То есть, грубо говоря, всегда хочется победить, всегда хочется показать, при этом, крутой парный дрифт, всегда хочется самому кайфануть. И, как правило, если у тебя получается кайфануть на трассе, то это, как правило, тумбочка. То есть, грубо говоря, когда ты квалификацию едешь, если ты проехал и офигел от своего заезда, значит, это хорошее, достойное, там, какое-то первое, одно из первых мест. Вот. Главное удовольствие, а все остальное, как бы, приложится. То есть, вот так, у тебя главное удовольствие, а не результат. Но одно следует из другого. Одно, одно сделает из другого, да. Вообще, в принципе, такая вещь, как победа, это такой сложный вопрос. Можно красиво, красиво проиграть, а можно некрасиво выиграть. Это, ну, такие моменты. И вот для тебя, что ты выберешь в этом случае? Красиво проиграть или некрасиво выиграть? Это все в зависимости от того, один ты едешь, или там, с партнерами, например, когда ты едешь один как пилот, для тебя как бы особо ничего не важно. То есть, как бы, ну, делай как хочешь, хочешь проигрывай, хочешь выигрывай. А когда ты едешь за кого-то, за людей, которые хотят видеть результат, для них это как бы один из ключевых моментов. Да. И тут уже начинаешь думать, что как бы сделать так, чтобы и твои хотелки, и их хотелки совпали. У меня тут супер вопрос. Вы целые сутки задавали Саше вопросы, и давайте мы почитаем их. Кого из сокомандников больше любишь, Довидянца или Кузин? Это, конечно, такой каверный вопрос, но, наверное, из них, конечно, я Мишу Довидянца выберу, потому что с Мишаней мы вообще познакомились, когда ему еще 18 лет не было. Я был участником одних соревнований, ЖЖС Баттл, это московские наши соревнования в зим, ну, зимние. Я вообще с зимы начинал, зимний пилот. Вот, и так получилось, что у нас с Мишей должен был заезд быть в топ-32. Он был начинающий пилот, его еще никто не знал, а я уже там какие-то результаты показывал. Вот, и ко мне подходит парень, говорит, слушай, мы с тобой, короче, едем и так далее. Вот, а у меня тогда с ремнем какая-то история случилась, ну, что-то с мотором. Вот, и нужно было время, чтобы его починить. Так вот, Мишаня там помогал, ключи подавал там, ну, то есть, это такое, сразу у нас с ним как бы контакт произошел, и потом уже непосредственно годы шли, а мы все с ним общались, 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 и Миша, он был ключевой фигурой, почему я поехал сезон РДС 20-21, потому что он предложил мне ехать в составе их команды, как бы, всю вот эту движуху он мне предложил. Вот, так что Мишаня как бы в почете, у нас с ним сложилось как бы хорошее отношение и продолжается до сих пор. Неожиданный ответ, я думала, ты будешь политкорректно отвечать, что ты там не будешь выбирать. Прикольно, спасибо, очень классная история, прям интересно. Собственно, про помидориную ДТМ мы ответили, но помидориную, я так понимаю, ты не списываешь со счетов и она будет стоять и в случае чего старая, добрая. Знаешь, Оль, такой случился момент, я когда в 2019 году первый раз в Рязани выиграл РДС, по-моему, это юг было, то есть залез на тумбочку, все, ну мы там как бы у нас были технические проблемы, мы их прошли и потом получилось, короче, забраться на тумбочку, все было по кайфу, и один мой друг, главный мой механик, Макс, он со мной один этап проехал в Рязани, когда первое место мы взяли, вот в 2021 году тоже Рязани, вот, и он тогда сказал, что помидорка, помидорка больше никуда не поедет, она уже морально устарела, ее надо там вообще чуть ли не разобрать и все, и отправить добрый путь, и тогда я подумал, ну блин, я тебе покажу, что она еще мойдет, и мы практически ничего в ней не делали, там, ну немножечко обновили, как бы просто составляющие все, и проехали целый сезон 2021 года в Западе, ну все видели, да, и у нас не было ни одной технической проблемы, то есть, я вот эту машину не хочу списывать, потому что я считаю, что в ней есть какая-то душа, харизма, и с нее все начиналось, то есть, как бы, друзей не меняют, поэтому по-любому я ее оставлю, и чем черт не шутит, может быть, и на разгоне вы увидите опять универсал красный. Слушай, про рулежку, отличается ли рулежка на сарае и не сарае, я, кстати, для тех, кто, может быть, не знает, Саша ездит на BMW E30 в кузове универсал, который называют еще в сарае единственный E30 универсал у нас, и я вообще не знаю, ездит ли где-то еще универсал, но, в общем, в Западе 2021 и 2020 это был единственный универсал, он такой прям длинненький, ну, короче, сарай. Саш, есть ли особенности по управлению автомобилем? Слушай, вот для тех экспертов, скажем так, кто понимает, да, в этом деле, у машины есть развесовка, то есть передняя и задняя ось должны быть... хорош. Ну, естественно, ты понимаешь, ты же в этой теме движухи. Вот, то есть передняя и задняя ось должны быть одинаковы по развесовке, и я вот все время садился на универсал, он садился на купе, и была разница в управлении. Универсал был всегда быстрее, быстрее и четче в управлении, точнее. И в РДС вот в Западе, в Нижнем Новгороде, по-моему, была такая услуга, чтобы взвесить свою машину. То есть каждый пилот взвешивал свою машину, мы говорили развесовку и так далее. И каково было мое удивление, что мой универсал имеет четкую развесовку 50 на 50. То есть кузов купе такую развесовку не даст. То есть тяжелый мотор GZ всегда будет на морду сильнее давить, а на заднюю часть меньше. А универсал получается, что в этом плане гораздо выгоднее, чем купе. Слушай, неожиданно, кстати. Но есть один минус. Есть один минус. Общий вес машины универсала будет больше. То есть тут уже плюс на минус, скажем так. Но в чистой теории универсал поинтереснее платформа. А знаете, почему универсал поинтереснее? В нашем вот непосредственно уже сейчас в серьезном дрифте. Рекламной площади на универсале больше. Вот так. Слушай, еще почитаю. Про GP ответили. О, ну любимый, кстати, вопрос наших подписчиков. Сколько вложено денег в автомобиль? Можешь оценить бюджет или нет? Сложный вопрос, потому что я начал свою машину строить в 2016 году. Тогда GZ стоил 80 тысяч, а сейчас стоит 400. То есть как бы разница в 4 раза, там, в 5 раз. И все моменты по машине я делал у себя в гараже сам, то есть со своими друзьями и так далее. Ни в какие сервисы не отдавал. Поэтому как бы, ну, наверное, сейчас это стоит машина миллиона два. Может быть, полтора. В зависимости от того, при каких обстоятельствах это все делал, какая комплектация там и так далее. Вот, а тогда я машину собрал, по-моему, в 500 тысяч вложился. Ну, в общем, с покупкой машины. Там цифра устарела. Ну, грубо говоря, если машина раньше стоила 500 тысяч, сейчас умножайте на уровень, насколько все подорожало. Минимум в два-три раза все подорожало, соответственно, полтора миллиона где-то вот адекватно, наверное. Это помидорка. А по ДТМке есть расклад? или нет? Ну, по ДТМке вот мотор, который я выбрал, это ВКЮ, он стоит 60 тысяч, уже не 400. Получается, что ты на эти деньги, которые остатки, ты можешь купить все остальное. Там, турбина, насос, бак и так далее и тому подобное. То есть, в теории, это более бюджетный вариант. Вот. Ну, посмотрим, как говорится, куда кривая выглядит. Может быть, мотор за 60 тысяч разлетится, и потом придется еще мотор за 60 тысяч купить. Будешь? Записывай, показывай, мы будем следить, это интересно. Слушай, здесь пошли вопросики про бушину. Мои любимые вопросы про бушину. Твои любимые вопросы. Итак, друзья, можно записывать. При заезде первым, какую бурю резину лучше ставить на быстрых соперников? При заезде первым номером, который, ну, блин, давайте вернемся к тому, о чем я начал говорить вначале. Когда у вас есть цель либо сидеть в гараже, либо ехать, надо по-любому ехать. Не важно, какой у вас бюджет и не важно, что. Мы максимально бюджетно в этом году проехали весь сезон. То есть, мы новых колес зарасходовали 12 штук. 12 колес на сезон. Не на гонку, не на день тренировки, а на сезон. Вот. То есть, мы их ставили на ответственные заезды, чтобы оно просто не рвануло. Вот. А во всех остальных вариантах ехали просто на том, что у нас было. А было у нас бушная резина. Вот. Поэтому, какую ставить? Главное, чтобы остаток был повыше. Вот. И пару проездов надо дать, чтобы оно не разлетелось в самый неподходящий момент. Это бывают такие случаи, что едешь, и оно взрывается. Бернаут такой получается немножко. Да. Слушай, Оля, я что-то тебя плохо вижу. У тебя там Wi-Fi ловит. А, да. У кого-то из нас пропадает интернет. Напишите нам, пожалуйста, кого вы видите из нас, кого нет. Потому что я плохо слышу Сашу, он плохо слышит меня. Сейчас нам напишут. У меня Wi-Fi вроде ловит. Вроде ловит у меня Wi-Fi. Мне тоже говорит, что у меня ловит. Скажите нам, пожалуйста, вы нас слышите или нет? Или плохо все со связью? А, оба хуже. То есть, что-то у нас с сигналом? Сашу отлично, меня хуже. Главное, чтобы Сашу было слышно и видно на самом деле. Ну все, нормально, продолжаем. Да, давай, рассказывай дальше. В общем, бушную резину лучше не ставить, но если вы хотите ехать, но, как говорится, если других вариантов нету, то выбирайте то, что есть. Вот. Мне обычно нравится ехать на зимней резине в бушной. То есть, она держится лучше, чем летняя. Это если мы говорим про вот эти вот тонкие материи, связанные, какая бушка лучше и какое давление там на бушке лучше. То есть, мне больше нравится зимняя резина. Она больше дымит, на ней лучше держак и даже еще, я не знаю, тут можно Сочи Дрифт Челлендж говорить, я тут недавно трансляцию смотрел и у Шикова или у Царя кто-то спрашивает в комментариях, говорит, почему Савкин не едет в Сочи Дрифт Челлендж. Вот. А ответ был такой, говорит, у нас просто зимняя резина запрещена. Это хорошо. Так что в РДС Западе, в РДС Европе надо переписать регламент, что запретили зимние резины. Ну, так что... Все, Саш, конкурентоспособность сойдет на нее. Я могу сказать, что в GP запретили давление между заездами менять, знаешь, когда? Вот в 2019 году, когда мы выиграли, тогда и запретили. Я думаю, что нас ждут похожие изменения. Так что вы там стратегию пройдете. Давайте, Савкина запретим. Ладно. Слушай, ну, ты же сам понимаешь, что это такая очень спорная история про давление между заездами. Это спорная история. Да нет, нет, конечно, все спорное. Если мы, я говорю, мы можем красиво выиграть, ой, красиво проиграть, а можем некрасиво выиграть. У нас есть определенные рамки, в которых мы двигаемся, да? Мы либо берем максимум из этой ситуации, да, либо мы просто проиграем и говорим, ну, мы не тянем. Мы покатались, потренировались один день, проехали квалификацию, а потом в 132 поехали домой. Все, спонсоры, всем спасибо, всем. Слушай, всегда в любых соревнованиях есть люди, которые используют регламент по полной. Они есть абсолютно всегда и везде, на всех соревнованиях. И это говорит как минимум о том, что вы хорошо знаете регламент, и понимаете, что можно делать, а что нет. И тут я думаю, что точно, что сейчас нам ребята, может быть, в комментариях, кстати, напишут, как они это оценивают, потому что я думаю, что у такого подхода, как у всего в этом мире, есть сторонники, есть противники. Ну, типа, кто-то скажет, Саня красавчик, он вообще понимает, как выиграть в такой ситуации, на такой машине. И это тоже круто. А кто-то скажет, что так делать? Ну, сколько людей, столько и мнений, как бы у всех всегда разные ситуации, как бы, как бы, на все, все мил не будешь, на всех не угодишь. Так, сейчас я просто отвлекаюсь, потому что я смотрю еще вопросы, которые у нас есть. А, ну, вот, кстати, тоже очень любят у нас. Расскажи, что ты делаешь вообще в жизни? Чем ты зарабатываешь на дрифт? И вообще, чем занимаешься? Что ты делаешь? Это вопросы пошли после блога в Дедикабе, когда он у всех спрашивает, говорит, ну, что, брат, на чем движешься? Да. Мне это понравилось. Я обычный, как бы, человек, закончил Московский Государственный Автодорожный Институт, работаю по специальности в сфере строительства. Вот. А на дрифт непосредственно я зарабатываю, наверное, вот этими руками. То есть, я, грубо говоря, прикручиваю железки в своей машине самостоятельно при помощи своих друзей, знакомых. Есть много людей, которые мне помогают и ништяками, и там еще всякими моментами. Вот. В этом году, слава богу, появились партнеры, спонсоры, которые помогают не только какими-то ништяками, но и немножко монеткой, грубо говоря. И вот на этих движениях как бы двигаемся. Потому что машину я собрал, говорю, в 2016 году потихонечку, полегонечку, как бы, и вот она доросла до такого уровня. Вот. У меня есть свой гараж, у меня есть свой гараж, своя мастерская, в которой есть все необходимое для ремонта автомобилей. Когда-то я какие-то моменты сам делаю, друзьям помогаю, знакомым и так далее. То есть, вся эта история работает за счет бартера, за счет каких-то таких моментов. Вот. Ну, собственно говоря, вот так. Это интересно, потому что мы же видимся только на гонках, то есть я знаю, Сашу-пилота я знаю, а про всех вас мы все очень мало знаем про вашу обычную жизнь. А обычный человек, он всегда интересен. То есть ты вот машину гоночную привез, в гараж поставил, комбинезон снял и что-то пошел дальше делать. Это интересно. Все как обычно, все как у людей. Работа, дом, гараж, соревнования. Вот уже в РДС Запад поехал. Расскажи, какой есть у тебя какой-то этап этого года, который тебе понравился больше других? Блин, я отмечу, наверное, три этапа из всех, которые были. Первый этап это Рязань, потому что второе место в квалификации, первое место в абсолюте, как бы, это были те эмоции. Судейский состав Джеймс Дин, Чарльз Энг, то есть как бы, ну, это звезды мирового дрифта, и это было максимально круто со всех сторон, и это был первый этап, это как первая любовь, грубо говоря, она самая яркая, самая такая запоминающаяся, и вот эти эмоции, когда ты там победил, выиграл и так далее, то есть они, конечно, очень подогревают, остаются в памяти надолго. С точки зрения трассы, я хочу отметить Казань, то есть правильно сказали, что Казань очень сильно соскучилась по дрифту, трасса находится на большом расстоянии от города, плюс еще от самой дороги там до трассы надо забираться, но людей было очень много. Это наш максимум по зрителям, по очным, это Казань. Они были все такие, ну, то есть видно, что они соскучились, видно, что им интересно, видно, что вообще вот у них там автоспорт, он развит, то есть люди интересуются, люди занимаются, люди понимают, задают правильные вопросы, ну, то есть все дружелюбные и так далее. И трасса у них там, наверное, самая крутая, которую я вообще видел в своей жизни. То есть вот то, что там этап прошел, то, что мы туда проехали, это был самый дальний этап, ну, Сочи было бы дальше, но Сочи можно было на автобусе, на самолете там, на электричке машину отправить, а в Казань надо было своим ходом ехать, то есть такой эмоционально самый затратный этап был на дорогу, но от того, какая там, конечно, трасса, когда ты ставишься просто в небо, потом летишь с горы, это реально, это очень крутая трасса, то есть вот с точки зрения трасс, наверное, все-таки Казань я отмечу. Вот. А атмосфера в целом, это, конечно же, Сочи. Когда у вас холодно здесь, там всегда светит солнце, там море, да, там трасса, там большой, большой, ну, большой автодром, все грандиозное такое, не зря там, олимпийские игры проходили, то есть непосредственно оказаться там, прожить гонку и потом еще немножечко отдохнуть, это, наверное, самое лучшее, что можно выжить из этой истории под названием дрифт. Когда-то вы всей командой едите туда, несколько дней в режиме нон-стопа, без сна, без там, каких-то там условий, проживаете эту жизнь, гонку, потом получаете какие-то эмоции, да, я сейчас говорю про награждение, которое было по итогам сезона, там вот фуршет, там сцена, вот эта вот вся история, и потом ты остаешься еще на неделю там, отдыхаешь, это, конечно, ну, то есть максимум, топчик, поэтому вот три момента, там в Сочи очень здорово именно с эмоциональной точки зрения, когда уже еще и октябрь, а там действительно лето, нам еще очень повезло с погодой на этапе, то есть не было дождя, и очень было круто, согласен. Нет, все прошло прям. Смотри, нам пишут уже и в эфире тоже вопросики, давай мы их почитаем, как поживают разработки головки. Кто? Разработки головки, как поживают. Как поживают? Не знаю. Не знаю, про какие головки и какой разработки. Да, так, и про развал, если видишь вопрос, вот он есть еще, про Казань. А, я не могу рисовать, а, Мишаня Дед спрашивает, как там разработки головки. Мишаня, я не понимаю, о чем ты говоришь, какой головки, но это, наверное, не мне вопрос он задавал. Так, у тебя в Казани на Х развал был топовый. Это какие-то сложные материи. Вот, да я, наверное, думаю, у тебя на Х, это, на техничке, к которой мы приехали, у нас от длинной дороги, от тысячи километров, рычаг подвески сломался. И я когда подъехал на трассу, у меня заднее колесо вот под таким углом было. Вот, и он сейчас про него сейчас говорит. Да, это знатоки, которые очень... Так. А, вот, слушай, кстати, второй раз уже задают вопрос про... Расскажи, почему так любят JZ, и не особо любят такие крутые европейские моторы типа ОМ-606? Слушай, ну, с JZ там все просто и понятно. Ты отдал 400 тысяч за столб, повесил на него турбину, форсунки там и так далее и тому подобное, и у тебя это гарантированно выдало там 600 сил, и это надежные 600 сил, которые у тебя проедут весь сезон. И это стоит, например, там, ну, условно говоря, миллион. То есть ты миллион вложил, и у тебя это все надежно работает. Все остальные решения, они бюджетные, потому что мотор изначально стоит дешевле, но как это будет работать, никто не знает. Поэтому JZ это такая вещь, как вот, ну, как iPhone, грубо говоря, не знаю, если это корректное сравнение или нет, но он дорого стоит, он работает, он выдает какие-то характеристики, которые, в принципе, считаются топовые, но он стоит денег. Вот, поэтому JZ выбирают те люди, которые хотят вложить и как бы двигаться уверенно, а всех, у кого бюджет не позволяет, те уже начинают думать, ага, а есть ли другой мотор, а есть ли там тот, а есть ли этот, то есть всегда это риск. Вот, либо человек идет на него, либо нет. Поэтому JZ самый распространенный мотор, потому что на нем катаются все. И что бы у тебя в техпарке не случилось, там, вкладыши, шпилька, еще что-нибудь, генератор, гур, у каждого в техпарке есть этот мотор. Подожди, это у меня подвисло. Ребята, напишите, пожалуйста, у вас тоже подвисло. У меня? Может быть, да. Так? Вот, сейчас нормально. О, все, прекрасно. Сейчас нормально. Господа, те, кто смотрит эфир, всем еще раз привет. Вы можете писать здесь вопросы Саши тоже. Я еще раз напомню, что у нас в гостях Александр Савкин, бронзовый призер РДС Запад 2021 и победитель командного зачета в составе команды EXOFT-V. Поэтому можно задавать ему вопросы. Саша проехал весь сезон РДС Запад, все шесть этапов, был на очень высоких местах квалификации, выигрывал этапы и можно у Саши спрашивать или то, что вам интересно про его автомобиль, про него самого, или какие-нибудь вот фишечки у нас уже спрашивали, ребята. Поэтому пишите, если интересно что-нибудь узнать, пишите в комментариях, мы читаем, потому что сейчас мы уже те вопросы, которые вы задавали заранее, мы их уже прочитали и можно еще раз. Можно дальше спрашивать что-нибудь. Таша, если я что-нибудь пропустила из вопросов, тоже вспоминай, рассказывай. А есть этап, который тебе понравился меньше остальных? Ну, конечно же, есть. Это этап в Нижнем Новгороде, когда на квалификацию у меня слетел ремень и я остался без гура и это меня максимально сбило. То есть, первую погодку я проехал плохо, потому что он просто слетел. Потом мы подкинули новый ремень, но проблема была в том, что максимально машина доставалась в заезде и второй раз я не стал так же агрессивно ставиться, как в первой своей попытке в надежде на то, что если я поставлюсь менее агрессивно, ремень не слетит и я хоть как-то проеду свою попытку. Но из-за того, что я недостаточно разогнался, то вся остальная история сломалась и за второй заезд я тоже не набрал проходных баллов и просто не прошел квалификацию. То есть, мы этот сезон проехали, но у нас выпал один этап целый. То есть, за этап я набрал ноль. А ты в Нижнем ездил уже до этого или это был дебют? Это в Нижнем Новгороде я ездил зимой один раз, но это была конфигурация не вот по которой мы ехали. И в 2017 году свои первые соревнования профессиональные, которые я поехал, тоже они были там, но тоже мы катались по другому конфигу, это было в дождь, то есть, как бы, грубо говоря, считаю, что я ехал один из первых разов. То есть, как бы трасса мне в принципе была знакомая, но вот этот вот длинный разгон был для меня проблемой, даже не для меня больше, а для моей машины, потому что, чтобы проезжать в Нижнем Новгороде трассу, все-таки 280 сил недостаточно. Это, наверное, одна из трасс всего чемпионата, на которой я скажу, что если вы проедете на 280 силах, там вы красавчик. То есть, это действительно тяжело, это нужно максимально чувствовать машину, максимально быть вкатанно в машину, в трассу и так далее. То есть, это тяжело. Слушай, есть вопрос еще про ДТМку, спрашивают, какое будет сцепление и трансмиссия. Я сейчас склоняюсь к тому, что сцепление будет двухдисковое, либо керамическое, либо органическое. У меня есть один товарищ, который сам эти сцепления делает и вот к нему я как раз обращусь. Сейчас у нас на стадии проектирования все это. А коробка будет от БМВ. То есть, как бы, стандартный набор, никаких там сепенталов не будет, потому что сепентал стоит как чугунный мост. Вот, поедем, как бы, спокойненько на поисковой коробке. Я думаю, что на разгоне что-нибудь придумаем. Вот, а сцепление, ну, как я уже сказал, то есть, либо органика два диска, либо керамика два диска. Ну, слушай, там все, посыпались вопросы про ДТМку. Если можешь, прямо можешь на них отвечать, какие турбины, какие мозги, какая турбина. Вообще народ... Слушай, а я почему-то не вижу этих вопросов. Да? Ну, вот слушай. По спекту ДТМки на каких форсах, на каких мозгах, что за турбина и сколько планируешь снять с нее? Ну, вот смотрите, когда я начал этот путь, ну, три года назад, я пошел по пути мозга Абит, или Абит, его еще называют. Вот, на нем мы настроили машину, я купил турбину Борг Варнер, которая... сейчас, извините. Ваше здоровье. Водичка, водичка. Ну да, а то голос начинает покидать чат. Короче, мозг Абит, турбину я заказал с АДЖС, С2000, это Борг Варнер. Все это дело настроили, получилось 500 момента 350 сил, но этого мало, турбина сдулась, и сейчас я хочу подкинуть по совету Санька Малашевского, это из Сочи, настройщик, там есть такая турбина Пульсар, вот, она стоит как бы недорого, и уже есть несколько моторов, на которые поставили эту турбину, и у них все едет. Вот, и выдает это где-то 500 сил, ну, 500-600 сил можно снять в этом интервале, то есть, этого, в принципе, достаточно, чтобы легкая тридцатка куда-нибудь за ГОЧИ там вот так поставилась. Вот, поэтому вот турбина такая, мозг такой, форсунки стояли от ГТР, от Ниссан ГТР, но опять же по советам будем ставить тысячные форсунки, вот, либо Бош, либо инжектор динамикс такие есть. Ну, вроде как на 600-500 сил хватает и форсунок от ГТР, но это не точно надо все на стенде проверять. Такая сложная техническая ... Слушай, я смотрю, что очень много планируется экспериментальных решений, и мне кажется, что надо активно все это дело снимать и выкладывать, потому что это будет интересно, как что поедет, какие решения сработают, какие-то, наверное, не сработают, я никак, но так обычно бывает, поэтому... Ну, это да. Мне кажется, надо освещать этот процесс, там сейчас ребята, если они со мной согласны, лайков накидают, потому что мне кажется, это будет интересный проект и интересная история, как твой опыт, ну, как пилота ляжет на это, на все, на технические решения, мне кажется, очень интересно может получиться. Это как, Оль, знаешь, если ты ездить научился, ты знаешь, как это делать, да, где надо дернуть ручник, как на газ нажать, да, что из машины выжать, чтобы там проехать тракторию, да, но есть другая каста людей, которые просто строители, да, они знают, чего прикрутить, к чему прикрутить, чтобы это все дело работало, и это как раз, ну, у меня не хватает этих знаний, то есть, как бы, я больше пилот, а не строитель, да, я там прикручу, а бы как, лишь бы это работало, вот, но собрать гоночный мотор, это как бы, не просто далеко, вот, поэтому, наверное, надо снимать, неважно, что получится, какой будет результат, вот, если это все дело разлетится, ну, хотя бы будет видос и память, да, как это произошло. Слушайте, ну, вот, я и соглашусь, и не соглашусь про то, что все упирается в бабки, потому что мы с вами абсолютно во всех автоспортивных чемпионатах не только страны, но и мира, видим, что при очень серьезных бюджетах остается конкуренция и пилотирование, и технических решений, и даже при неограниченном бюджете или при очень большом бюджете есть история про то, что, ну, постоянно нужно находиться в каком-то поиске, в поиске лучшего и так далее, и если бы все упиралось только в деньги, то не было бы таких гоночных серий, и мы бы с вами не сидели, как приклеенные, и за ними не следили там со стаканов в ледово, поэтому все-таки, ну, это не только деньги, это еще и талант, это команда, это сработанность команды, механиков и пилота, и это автоспорт, это очень серьезная именно консолидация всех этих факторов, поэтому здесь, мне кажется, не только деньги, безусловно, я не отрицаю их важности, но не только оно. Ну, правильно, Ольга, ты сказала, если человеку дать неограниченный бюджет, это совсем не обязательно, что он покажет результат, потому что очень много случаев, когда машина едет, команда топовая, а человек просто не собрался перед заездом, ну, все люди, да, все, вот, ты вот выезжаешь на старт, да, тебе нужно собраться и показать свой лучший проезд, например, квалификация, этого нет ни в одном виде автоспорта, то есть, грубо говоря, когда у тебя там кругами ты катаешься, да, у тебя есть шанс исправить свою ошибку, а когда у тебя один проезд, и у тебя либо ты все показал, да, либо ничего, то есть, тут уже деньги не решают, тут решают, что в голове и какие руки, то есть, максимально мобилизоваться и показать результат, поэтому бюджет, это, конечно, тоже важно, но больше важна какая-то эмоциональная составляющая, вот, но при всех, тех равных, да, если два пилота с хорошим уровнем и эмоциональной составляющей, и оба они, как бы, хорошие пилоты, тут уже начинает решать, как бы, финансовая история, то есть, у кого какая резина, машина и так далее, то есть, в GP в этом году правильное решение было, что поставили резину всем одинаковую, то есть, моношины будет, и это очень сильно уравняет шансы, потому что в этом году те люди, у которых есть, во-первых, бюджет, во-вторых, они могут достать хорошую резину держаковую, они, естественно, будут выигрывать, то есть, как бы, это уже плюс к RDSGP, что вот они перешли на моношину. в западе, это тоже новостей, но я думаю, что наши подписчики все, наверное, в курсе, потому что это очень обсуждаемая новость, и я думаю, что если вы следите за RDS Запад и теперь RDS Европы, то вы следите за RDSGP, но, да, есть такая история про моношину, появились, кстати, на нашем сайте тех требования ко всем сериям 2022 года, у нас в серии вводится обязательная система пожаротушения, уловители карданов и с 20, и пожаротушения уловители карданов, а, и конструкция башбаров теперь предписанная обязательная, и с 24 года введем обязательные хансы и заплетим четырехточечные ремни, но это за тем, для тех, кто следит еще за техническими всеми историями. Документ есть на сайте rds.europ.ru, можно зайти и почитать, кому интересно, обращаю ваше внимание, что он там есть, можно его читать. Извини, Саша, что отвлеклась, но мне кажется, это тоже важно. информация важная, на самом деле, кто готовится к следующему году, должны знать, что там можно, что нельзя, чтобы потом не было такого, что приедешь на техком, а тебе скажут, тебе надо полмашины переделать, и вместо тренировок ты будешь это все дело переделывать. Я вот на своем опыте сталкивался, то есть какие-то моменты, которые ты либо не знал, либо там никто тебе не подсказал, либо ты это делал, не прочитал вовремя, да, то есть у меня были такие моменты, когда я приезжал потренироваться за день, да, а мне техком говорят, слушай, вот тебе надо это, это, это переделать, и ты вместо того, чтобы ехать на трассу, едешь в какой-то, на рынок, там, в Лива-Мерлен, где-нибудь ищешь, там, в Рязани, и все, и у тебя получается, что у тебя история ломается, вот, лучше заранее все это дело предусмотреть, чтобы максимально получать удовольствие от процесса дрифта, а не от процесса доработки автомобиля, чтобы на этот дрифт попасть, вот, так что все правильно сказано. Вижу, что присоединился к нам аккаунт Экзост, и рождается у меня такой вопрос, слушай, расскажи, Экзост, всем привет. какая-то у вас командная тактика, командная стратегия, или все было просто, каждому показать максимальный результат? Конечно, командная стратегия была, ну, точнее как, они сделали команду, да, то есть, мы приехали на этап призан, и они не знали вообще, что мы из себя представляем, какие мы пилоты, то есть, ребята, они только вошли в дрифт, то есть, они просто ходили там, как бы, там, ну, получали какие-то эмоции, да, то есть, как бы, эта история их, как бы, ну, было что-то, было что-то новое, они как бы искали, как это все дело выглядит. Вот, и когда мы на первом этапе залетели на тумбочку, на первое место, они даже сказали, блин, мы не ожидали, что так получится, и, ну, типа, мы в шоке, но мы очень рады. Вот, потом второй этап, мы тоже на тумбочке, третий, четвертый, пятый, шестой, а вот, когда мы были в Сочи, вот, когда мы были в Сочи, и был заезд в топ-32, между мной и Илкином, и если я прохожу, я становлюсь третьим по итогам сезона, а у нас остается больше шансов стать чемпионами, и вот тогда у них подгорело, то есть, максимально они этой истории, то есть, я увидел, что они максимально втянулись в этот дрифт, максимально за него переживают, максимально получают удовольствие, то есть, как бы, ну, все, люди заболели, они заболели дрифтом, заболели вот этой историей, как бы, командной, тактикой, ну, вот этими моментами, то есть, на протяжении всего сезона очень много помощи было с их стороны, то есть, я не говорю про финансовую помощь, да, я говорю про, там, запчасти, да, на этапе, там, где жить, да, что есть, какие-то такие житейские моменты, то есть, всегда мы шли рука об руку, грубо говоря, и помогали максимально вообще, то есть, мы как пилоты хотели показать хороший результат, да, мы участвовали во всех их перформансах, то есть, как бы, сама знаешь, на каждом, на каждой параде участников, от нашей команды был какой-то свой прикол, то есть, как бы, мы все это дело максимально со своей стороны поддерживали, и они поддерживали нас как пилотов, то есть, как бы, они нам придумали какие-то конкурсы, говорили, как лучше сделать и так далее, то есть, у нас была такая коллаборация, и вот, вот, максимально кайфанули мы, короче, от этой истории, так что экзостры, Ребята, соревнования, соревнования, если мы говорим про российскую дрифтерию Европа, начнем мы сезон в мае, готовим сейчас календарь, конкретные даты будут, я думаю, в начале следующего года, обязательно мы вам все расскажем, все покажем, повесим даты, место проведения, предварительно это будет шесть этапов, начнем в мае, и закончим в сентябре или октябре, так что обязательно подписывайтесь на нас, ждите новостей, все обязательно будем рассказывать и показывать, ничего не удаю. Так, Саш, расскажи еще, что ты, ну, то есть, ты ездишь в РДС Запад постоянно, что ты скажешь про 2021 год с точки зрения конкуренции, выросло, не выросло, осталось такой же, как вообще оценишь 2021 год с этой точки зрения? Ну, тут я хочу два момента выделить, да, уровень конкуренции, конечно, растет с каждым годом, просто, в геометрической прогрессии, то есть, как бы, в 2018 году, это был, просто, ну, не машин, не пилотов, да, то есть, как бы, было все просто, и были какие-то, ну, такие моменты, там, просто люди приезжали, непонятно на каких машинах, непонятно как расклеены, да, то есть, как бы, со стороны смотрелось это, такое, спорно, вот, потом, с каждым годом серия развивалась, видно, что организация стала лучше, набор траст стал лучше, то есть, в 2019, в 2020 году, и пилоты, в том числе, поддержали всю эту историю, то есть, максимально, все это дело росло, а в 2021 году, я считаю, что, произошел, просто феноменальный скачок вверх, потому что, ну, просто в эти цифры надо вдуматься, да, 107 участников, со всей России, география, география от, от Москвы до Сочи, то есть, это, как бы, минимум GP, какого-нибудь, 19-го года, то есть, все команды, которые у нас, в этом году судили этапы, это вот, Forward Auto, это там, Fresh Auto, все говорили, что, вот, по уровню пилотов, по качеству дрифта, по каким-то там, медийным составляющим, вот это, ну, наш чемпионат, РДС Запада, это вот GP, просто пару лет назад, да, у нас не такие бюджеты, да, у нас там много моментов, но у нас есть, наверное, то, что нету в GP, мне так кажется, да, у нас есть какая-то такая ламповость, то есть, в техпарке все более, как бы, очень много молодых пришло, в дрифт, все друг с другом общаются, ты можешь подойти к любому человеку, попросить какую-то вещь, например, да, тебе помогут, там, подскажут, там, чему-то научат, то есть, видно, что пилоты и чемпионат общаются друг с другом и развиваются, то есть, как бы, какие-то вещи, которые я, например, не знал, мне могут подойти, сказать, да, или, например, ко мне люди подходят и говорят, слушай, а как вот здесь лучше сделать, да, а как вот здесь сделать лучше, то есть, нету такой, нету такой, такой конкуренции, нету такого жесткого профессионального спорта в Западе и это как раз не может не радовать, потому что вот лампу, лось, это очень важная такая составляющая, когда люди общаются, дружат, это круто. Да, я поддерживаю, на самом деле, и в тех парке, и на брифингах, и в общении между этапами, очень приятная обстановка всегда царит и я всегда зрителей очень приглашаю, кто может приходить на этапы, обязательно приходить на них лично, потому что, когда вы лично находитесь на этапе и даже просто проходите по факту сервиса, это можно почувствовать, это невероятные просто эмоции. Трансляцию нашу я тоже очень люблю и сама смотрю на GP, когда я не могу на GP присутствовать, это очень большой вклад, когда есть бесплатная трансляция, ты можешь за ней следить, но если у вас есть возможность, обязательно приезжайте на этапы и оцените, правда, насколько в RGS Европа приятно просто находиться на этапе. То есть, да, может быть, нет того размаха, который есть в гран-при, но есть вообще какое-то свое особенное настроение, это правда. И заезды, кстати, смотреть, мне кажется, с каждым годом становится все интереснее и интереснее, они становятся все ближе, больше дыма, очень растет скилл пилотов, и, в общем, заставляете вы попереживать, заставляете вы попереживать, на самом деле, потому что интересно следить за чемпионатом. Это так. Но это все благодаря нашим пилотам. Да. Это да. У нас вот такая энергетика стоит в тех парке, вообще вот в соревнованиях, и вот во все эти дни, это просто вот, вот эта энергетика, это чтобы ее почувствовать, нужно просто там находиться. Люди, вот рев моторов, трассы, зрители, вот это все вместе так в едино соединяется и вообще дарит просто такие эмоции. Я говорю, вот никого, наверное, не оставит равнодушным в этой истории, поэтому присоединяюсь к словам. Ну, самый вообще, кстати, такой, ну, вопрос распространенный, но почему дрифт? Автоспорта же много разного, почему дрифт? Ну, наверное, все идет с детства. Всю жизнь любил машины, всегда нравилось, когда их заносят, всегда любил зиму. Когда у меня появилась машина, первые автомобили, я, например, ну, на парковке там или еще где-то ручник дергал, и машина так раз разворачивала. И, ну, то есть мне это нравилось. Потом я начинал застал забыть замечать, что у меня получается это делать. Но я не знал, что это дрифт, что вот эта история называется дрифт. И когда я узнал про первые свои соревнования, которые в Мечково проводятся, вот как раз с ЖЖС Баттл, их проводили Евгений Ружейников, Федя Дзержиц и Евгений Сыщуков. То есть, а вот они троем, они уже в GP, ну, в РДС катались, да, еще не было GP, но они были как бы, не побоюсь этого слова, моими учителями, что ли, да, то есть они создали вот этот чемпионат, в который я приехал и сказал, нифига себе, какая крутая история, я могу, я хочу, и как бы мне это очень нравится. У меня начала получаться, то есть я там начал выигрывать, и потом в процессе жизни, грубо говоря, там начались другие машины, да, то есть пересел на BMW, почувствовал, что такое летний дрифт. Всегда хорошо и интересно заниматься тем, что у тебя получается и что дали тебе вот эти вот драгоценные эмоции. То есть вот так сложилось, что просто мне нравится, что такое дрифт, мне нравится быть за рулем, мне нравится ехать на грани, где-то там в городе или еще что-то, то есть на трассе и потом зрители, когда им нравится, как-то, ну, ты выигрываешь там или проигрываешь, они за тебя переживают. То есть вот этот вот обмен энергиями, он очень важен. Поэтому дрифт, наверное, мне дает вот всю эту историю, поэтому я им занимаюсь. Еще один мой вообще вопрос, который я всегда всем пилотам на прямых эфирах задаю. Твой совет тому, кто только-только мечтает начать? Кто мечтает начинать, кто мечтает начинать, по-любому надо начинать. Если ты о чем-то мечтаешь и что-то хочешь, ну, блин, просто возьми и займись этим делом. И не важно на то, что лето, зима, да, ты там в Москве или там где-то там не в Москве, есть у тебя деньги, нет для тебя денег. Есть цель, есть желание и по-любому это даст те эмоции, незабываемые эмоции, которые, ну, мало где можно получить. То есть автоспорт это такая история, которая вот, ну, там, парней, даже девчонок, очень многих просто затягивает. То есть дрифт, в моем случае, это болезнь, да. То есть она тебя один раз вселилась и все. То есть она у тебя из головы уже не выходит и ты хочешь только ага-ага и дальше, дальше, дальше и дальше. А в каком году ты начинал? В каком году ты проехал соревнования первые? Первые свои соревнования я проехал в 2015 году. В 2015 году это был зимний чемпионат. Вот я туда приехал и, как бы, получилось показать результат и вот с того момента, как бы, я в эту историю влюбился. Даже там, наверное, ну, 14-й, переходящий в 15-й. В зависимости от того декабря-то или январь. А машина какая? Свои соревнования я поехал уже на BMW, на Е30. Но до этого у меня была жига и я, как бы, на ней катался, но не участвовал в соревнованиях. то есть, как бы, сам дрифт, сам занос, сама вот эта история началась у меня с 2010 год где-то. С 2010 года я просто в свое удовольствие катался, там были такие соревнования, как ралли-спринт, какие-то там, ну, то есть, дрифта не было как такового. А потом в 2014 году я случайно наткнулся на ютубе, на блог, что вот в Мечково проводится соревнование и что вот там есть какая-то движуха. Вот. Если бы было раньше, наверное, бы еще и раньше поехал. Просто не знал. Ну, ваше так кажется, просто ты начинал, видимо, одним из первых, когда это все только начиналось и раньше не было просто. Не знал ли. Ну, вот было очень мало информации, скажем так. То есть, РДС вообще, по-моему, с 2010 года, да, существует? Да, да. Вот. Но это были соревнования такие, как вот как это, около торгового центра там в этом на Волоколамке, который провели. Ну, то есть, мало было охвата, мало было информации об этом и то, можно ли там поучаствовать и так далее. То есть, летом зайти вообще тяжеловато. Вот с зимой все надо начинать. Поэтому вот к вопросу, когда вы хотите с чего-то начать, ну, то есть, понравится или не понравится, да, то есть, вот такие моменты. Начинайте с зимы. Зима – это очень бюджетная история, которая поначалу дарит столько же эмоций, сколько и летом. Это когда вы уже окончательно заболеете, тогда вам надо на летний древ переходить, потому что там дым, скорость и так далее. А зимой как бы тоже занесло, прикольно. Ну да, ну и зима, на самом деле, с точки зрения отработки скилла, она бюджетнее, но при этом весьма много дает. То есть, конечно, это не то же самое, что лето, но для пробы пера само то. Ну вот я тебе могу сказать с моей историей, да, то есть, я, например, зимой уже был хорошим пилотом, то есть, ну, много соревнований уже выиграл, собрал летнюю машину, и вот у меня был такой момент, когда ты вот, вот ты собрал ее, вот трасса, вот ехай. Я тебе могу сказать, что рычаги те же самые, руль такой же, физика такая же, просто немножко все побыстрее происходит. И просто с первых проездов я уже понял, как надо ехать, куда надо стремиться. Но учился я всем фишкам, там, рулежки и так далее зимой. Потому что зимой, даже сейчас, когда у меня есть уже большой скилл, там, проехал я чемпионат, я понимаю, что вообще как. То есть, на этот год у меня уже есть какие-то задумки в голове, которым я хочу еще научиться, чтобы быть еще более конкурентоспособным в 22-м году летом. Но учиться я буду зимой, потому что зима, она дает время подумать. То есть, у тебя все происходит то же самое, только медленнее. И ты можешь проанализировать. Тебе не нужно резину менять, не нужно какие-то там мощности и так далее. Вот, площадку нашел, ледяную, и поехал. Вот и все. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что мы будем потихонечку заканчивать. Если есть еще вопросики, дам я вам две минуточки на то, чтобы их написать. Саша на них, я думаю, еще ответит. Спасибо вам огромное. Да, спасибо вам огромное за этот эфир. Хочу сказать вам большое спасибо в целом за атмосферу всегда в нашем аккаунте. Мне кажется, у нас очень доброжелательная аудитория. Спасибо вам за это огромное. Спасибо вам еще раз за поздравления с нашим новым именем, нашей новой историей. Мы теперь РДС Европа с 2022 года. И спасибо вам огромное за то, что вы за нас искренне радуетесь и поздравляете. Это правда очень много значит, потому что точно так же, как дрифта не было бы без пилотов, его не было бы и без зрителей. то есть 2020 год проходил без зрителей и это было очень, это было сильно грустнее. То, о чем Саша говорила, вот это обмене энергии, это очень важная штука и мы вас безмерно любим и ценим. И пилоты вас безмерно любят и ценят. Очень. Вот это сердечко пословие. Ну что ж, спасибо большое. Прощаюсь, эфир для вас сохраню, будет лежать в IGTV. Саша, слово на прощание. Ну, что вам сказать на прощание. Давайте не будем прощаться. Увидимся на разгоне. Машину встроим, наша команда в деле, я думаю, в следующем году. Вот. И, наверное, соступающим, не болейте, а то я тут уже две недели дома сижу, все-таки достал меня этот вирус, блин, коронавирус, но более-менее все прошло, как бы, делался легким испугом. Поэтому здоровья, не болейте, вот, кайфуйте, сейчас зима, а наконец-то у нас в нашем регионе выпал снег, которого в прошлом году столько не было, вот, поэтому кайфуйте, дрифтите и всем дрифт. Всем дрифт, до свидания. Пока-пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok